Отмечать юбилей автопробегом новая интересная практика сотрудников противопожарной службы. 30 апреля 2014 года огнеборцы отмечают 365 лет образования пожарной охраны. Первая колонна техники двигалась по Карла Маркса, затем по проспекту Ленина с мигалками, минуя светофоры, на бульвар Какуй. Там пожарным встретилась вторая колонна, стартовавшая от института ГПС МЧС. На бульваре для горожан сотрудники службы организовали выставку из 13 боевых машин. Здесь в основном пожарные автоцистерны на базе высокой проходимости машин с высокими тактическими характеристиками. И единственная в Центральном федеральном округе машина с функцией тушения натиск. Это машина пожарной части номер 36 Лежинского муниципального района. Это невзрачная на первый взгляд газели есть машина натиск. В регионе их всего две, они поступили на вооружение в 2013 году. В этом чуде техники смешивается небольшое количество воды и пенообразователя, а получается гигантская масса пены. В машине два баллона по 200 литров воды, а пены получаются как из шести тонн жидкости. Один натиск заменяет на пожаре две автоцистерны. Данная пена, она не скатывается, не сваливается. Ну, если сказать простым рабочим языком, если ее на стену палить, то она так на стене останется, как краска, как раскопуль. Тем самым идет обволакивание огня и окутывание дыма, и прекращается горение. Очень эффективен натиск при тушении авто, попавших в ДТП. Этот коленчатый подъемник предназначен для тушения пожаров и спасения людей в высотках до 30 метров. В машине есть водопенные коммуникации, встроенные внутри колен, которые позволяют подавать воду непосредственно на люльку. Данный автомобиль 1986 года выпуска, проведен ему капитальный ремонт, сделан базовое шасси КАМАЗ, а сама настройка фирмы Бронто Скайлифт в Финляндии. В данный момент у нас в Ивановский гарнизон, также спецчасть поступил АКП-50, то есть коленчатый подъемник до 50 метров. Это порядка 16-17 этаж, то есть он находится в специализированной части. Сверхзадача автопробега и выставки, рассказывают огнеборцы, показать горожанам, что они в безопасности. Пока на вооружении такая современная и функциональная техника. Пожаров можно не бояться. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.